Дмитрий, скажите, пожалуйста, с какой целью вы пришли на «Аврору»? Ну, во-первых, для того, чтобы отметить седьмой год, мой седьмой год в индустрии. Конечно же, посмотреть показы. Я неравнодушен к творчеству Лизы Одиноких. Я далеко не равнодушен к творчеству Ксении Шнайдера. Расскажите, что сегодня на вас надеток? Ну, кофта за 10 тысяч. Штаны. Штаны за сколько? Ну, за 15. Буквы. То есть, буквы – это тренд будущего сезона. И какие буквы? Их же ведь 33, вот в нашем алфавите их 33. Ну, K, S. K, S. СВЛВ! Я заметил трех дизайнеров для тебя. Аккуратно, аккуратно. Здесь провод, здесь телевидение снимает профессиональный репортаж. Пожалуйста, не мешайте. Жене поманже, де пюйсаджу. Ну, сделаем вид, что я вас поняла. Давайте мы пройдем в зал, а потом поговорим. Хорошо. Павел Вардашвили от первого лица расскажет о том, что он наблюдал во время показа «Вок оф Шейн». Я наблюдал довольно взрослых, хороших. И испуганно гнулся. Я не могу. Я прикрою его. Я был восхищен сегодня. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Насколько закрытый. Насколько, что люди, студенты не могут попасть на эти показы. Люди и студенты. Осень-зима, насколько я подозрю. 14-15 градусов, минус, плюс. Я думаю, что с нашей погодой плюс вполне возможно. Можешь показать, как бы ты ходил по Петербургу в этом? Саша Паника. Саша Паника очень круто, она взорвалась сегодня всех. Саша Паника. Я познакомился на Фейсбуке 4 дня назад. Я посмотрел фотографию и сказал, уходи. И все. Ребят, можно на секундочку всех моделей не переодеваетесь, пожалуйста. Я просто читала последнее большое интервью, которое вы давали, журнал «Вок». Я слышала, что вас очень интересуют такие дизайнеры, как «Джуси Кутюр», например. Вы считаете, что женщина должна проявлять свою сексуальность? Очень нравится материал «Велюр». Привлекательно смотрится на девушках, порой даже на мужчинах. Тебе удалось побывать на Санкт-Петербургской неделе моды? Нет. Почему? Я патриот. Патриот «Авроры»? «Авроры», да. Я люблю, когда стреляют. Да, 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 да. Какое место вы первым делом посещаете в Петербурге, когда здесь оказываетесь? Что ли? Да ладно, пирожковое, пирожковое что ли. Неужели Антон Шнайдер? Да. Я. Мне приятно, мне приятно вот так вот неожиданно познакомиться. Взаимно. Приятно, что вам приятно. Что ли? Я, кстати, рекомендую вам взять пару коробочек с собой в Украину. У нас и так большие коробочки. Жор, ой, прости, Гош. Да, это я. Слушай-ка, так неожиданно встретились, как будто по Фрейду мир шитья. Кутюрье Гош, ты представил свою коллекцию. Да. В Москве, гордо. Да. Тебя поддержали все. Да, тебя не было, кстати. К сожалению, мне закрыли. Въезд в Москву. Въезд в Москву. Ты сейчас, после вот этих вот событий великих, как-то по-другому воспринимаешь все, что происходит в Петербурге? А ты поедешь на вечеринку, кстати? Всегда в цене твои губы покротливые. Всегда в цене такие, как ты явливая. Да, поеду. Я вот, мне кажется, после вечеринки буду воспринимать события в Петербурге лучше. Подожди, Малыгина звонит. А Ленка, где Ленка крылья? Ленка спит. Работаем завтра просто. И вероятно, что вообще реакции никакой не будет, да? И вероятно, что тональный крем и все остальное будет ложиться хорошо. А, понятное дело, да. Нам еще очень много всего нужно отснять, поэтому давай оперативно с тобой побеседуем. Без микрофона, без микрофона. Денис не любит микрофон. Убери микрофон, Миша. Сомер идет, Денис. Так что ты, как покупатель, Какой тип из семейных швейх ты купил в этой неделе? Денис, микрофон не работает. Я знаю. Дим, к тебе, а там к двоих. Спасибо большое. Я в горло. Мишань, спасибо тебе большое. Пожалуйста, сфотографируйся за мной. Люди, студенты, люди, студенты. С Танечкой ты по-прежнему в хороших отношениях? Да, совершенно верно. Спасибо. Все, Танечке привет и до встречи на закрытых мероприятиях. Вы знаете, что я там окажусь. Ну, было приятно с вами поговорить. Все-таки не каждый день встретишь человека, настоящего фэшн-инсайдера. Спасибо вам большое. Ник, встретимся на неделе моды в Нью-Йорке. Ну, что, Дим, блядь, шути давай. Я не могу уже. Я тоже уже не могу, да? Ну, мне кажется, надо 10 секунд, там есть материалы. Я очень надеюсь, что вы завтра сможете достойно осветить события, как вы обычно это делаете. Это шикарный день. В спохмелье, как говорится, да? Ну, это будет в понедельник, но достойно. В спохмелье. В спохмелье.